ММО Геймс Минус бешеной популярностью Риторически этот вопрос вызван игрой War of Angels Первый взгляд в данном случае ошибочен War of Angels – детище корейской компании Neoviz Издается аж в двух экземплярах Собственно, компания Neoviz для американской аудитории И Gamiga на территории Европы При этом, вот умора, поиграть вы сможете только на североамериканской версии Так как Gamiga заблокировала свои сервера от русских провайдеров Ну что нам толку от двух серверов Если количество играющих в War of Angels ничтожно мало Мир ангельской войны – безжизненно опустевшая земля Лишь изредка вы увидите одинокого скучающего игрока Плюс в этом только один Каждому новичку тут рады и вас сразу же завалят подарками Давайте рассмотрим причины столь унылой ситуации Ответ, в принципе, прост Эта игра в некотором розе идеал Идеал посредственности В War of Angels нет ни одной выделяющейся черты, особенностей Которую удержала бы игрока, если тот знает из чего выбирать Альтернатив сами знаете множество Так вот, ангельская война явно не выдерживает конкуренции Есть только две приятные вещи, которые могут заставить вас задержаться в игре больше чем на 5 уровней То есть до 15-го, например Графика и полет Если вам все еще нужны красоты разнообразных миров, по которым вы путешествуете То загляните в War of Angels просто полюбоваться видами Яркие солнечные долины, туманные горы, ажурные арки зданий, фантастические летающие острова, море и небо Все это не оставит вас равнодушными Стоит отметить и детализацию дизайна игровых персонажей и предметов экипировки В целом, стилистика больше всего похожа на Laneige 2 Заметно, что лучше всех над игрой поработали художники и аниматоры Игр, в которых реализована возможность свободного полета, мы знаем не слишком много WoW, Laneige 2, Ion, Perfect World, Life of An, Mabinogi, Vanguard И все они успешны и популярны Следовательно, полет далеко не гарант удачности игры В War of Angels летать можно уже с первого уровня, используя бустер Этакий и ранец на реактивной тяге А на 30-м уровне вас ждет квест на перманентные крылья ангела Больше в игре нет ничего инновационного и интересного Сюжет взял с потолка и банален до безобразия Злой мужик, падший ангел по совместительству Воевал против героя-человека, который его победил и запечатал Однако, плохиш был не лыком шит и читал классику По примеру, у Волан-де-Морта он заранее разделил душу И вот уже всего 10 тысяч лет спустя Вторая половина строит грандиозные планы по захвату всего мира Каким боком у припека тут делают игроки, тайно сия покрытая мраком Кстати, об игроках Выбирая себе аватара, вы столкнетесь с достаточно обычной, но при этом не менее удручающей ситуацией Выбор классов и кастоматизация персонажей откровенно убоги Танк, маг, рейндж и мили-дд, вот и весь сказ Три прически, три цвета волос и очередной клоун выходит в мир полный А точнее, пустой Дальше классы развиваются по устоявшейся системе В 20 уровне нужно выбрать подкласс из двух вариантов Магу из клерика и волшебника, рейнджеру из охотника и лучника, ну и так далее Разумеется, они хоть как-то отличаются навыками, которых, между прочим, ничтожно мало Например, магу до 20 уровня приходится бегать с двумя активными скиллами Одним лечащим заклинанием и одним усиливающим бафом Скука смертная Навыки учатся и повышаются покупными книжками Никаких уловок, чтобы разнообразить боевое взаимодействие, хотя бы тех же талантов, разработчики не предусмотрели Клоны должны оставаться клонами, решили корейские фанаты всего одинаково Расти в уровне вам придется долго и упорно Так как убиение даже простых монстров дело трудное и опасное War of Angels прокачка без группы абсолютно неэффективна Твесты есть, но к тому же 20 уровню их перестает хватать И начинается любимое занятие наших азиатских друзей Гриндинг Однако вышеперечисленные негативные черты можно отмести, если вы придете в игру не одиночкой, а с компанией друзей И сможет даже с формировавшейся гильдией Если вы войдете в состав постоянной группы, то рутину можно немного разнообразить прохождением подземелий с четырьмя режимами сложности А гильдии могут даже владеть целыми городами и иметь за это много приятных бонусов Остается только один вопрос Зачем издатели игры, в которую практически никто не играет и которая, как мы доказали, является примером последственности, продолжают поддерживать сервис и что хуже ничего не делают в ситуации? При желании, War of Angels можно было бы довести до ума и сделать просто конфеткой Даже несмотря на тугую конкуренцию, сложившуюся в данный момент на рынке MMORPG Нет денег, времени, смысла Впрочем, мы с вами не будем задаваться этими вопросами, а просто пройдем мимо ангельской войны Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова